На улице мужество авто занесло на встречку. Водитель получил перелом ног, сообщают очевидцы. Доставать мужчину пришлось спасателям с помощью спецтехники. Предварительно водитель седана мог не справиться с управлением на скользкой дороге. После удара машины еще и задымились. На месте работали пожарные. Отморозка, который без повода избил женщину в подъезде белых роз, так и не нашли. Полиция продолжает поиски налетчика с Крамзина-23. Если найдут, ему грозит до двух лет тюрьмы. В России могут появиться новые стандарты для сигарет. Они должны будут затухать самостоятельно за счет встроенного внутрь кольца. Это предложение от Минздрава и МЧС России. Новые требования хотят ввести из-за пожаров, причина которых – незатушенная сигарета. Новые стандарты могут утвердить через два года. В первый рабочий день нового года в Красноярске снова начались пробки в часы пик. С утра сервис Яндекс.Пробки оценил заторы в 7 баллов. Учащаются случаи мелких ДТП, сообщают водители. В Идринском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю Тойоты выбраться из сугробов. Машину выбросило в кювет на скользкой трассе. Самостоятельно вылезти из снега водитель не смог. С помощью внедорожного патрульного автомобиля инспекторы вытянули универсал обратно на трассу. Знаменитый красноярский белый медведь командор Седов стал отцом. Двое медвежат, мальчик и девочка, родились в сафари-парке в Геленджике. Питомец нашего роевого ручья переехал туда 7 лет назад. И вот, наконец, у него и местной медведице появилось потомство. Правда, мать от мишек отказалась. Сейчас малышей выхаживают сотрудники зоопарка. Мэр Якутска, известная своими волевыми решениями, покинула пост главы города. Причина проблемы со здоровьем. Напомню, мэром Якутска Сардана Авксентьева стало два года назад и запомнилось нестандартным подходом. Так решила продать дорогие авто чиновников, а вырученные деньги направила на ремонт школ. Запретила чиновникам проводить корпоратив за счет бюджета. Из последнего предложила продать здание мэрии Якутска, чтобы выручить деньги на нужды города. После лечения экс-мэр собирается вернуться в роли советника будущего мэра. В Якутске проходят прямые выборы главы. Они состоятся этой весной.